Килограмм свинины порядка 200 рублей. Сравнивая показатели у Росстата, Сергей Лисовский заметил стопроцентную разницу стоимости мяса, чуть меньше ценник на курицу. 95 рублей, 149 здесь, 50 рублей сверху. Это почти, это 45% оценки. 45%. При этом производитель поставил уже упакованную птицу, уже все сделал, практически только на прилавок положили и сразу получили 50 рублей за это взяли. А вот на молоко, яйца и хлеб цены держатся стабильно. Хотя осенью из-за высокой урожайности снизилась стоимость зерна. Однако, как отметил сенатор, хлебобулочные изделия не подешевели. По словам Сергея Лисовского, алчность берет над предпринимателями верх, поэтому на законодательном уровне необходимо ограничить процент накрутки на продовольственные товары. Мы внесли поправку в этот закон о регулировании торговой деятельности, чтобы ограничить торговую наценку на продовольствие 25%. Я уверен, что следующая Государственная Дума эту поправку примет. Держать чиновников в курсе сегодня помогают члены организации общественного контроля, рядовые покупатели. Они еженедельно мониторят цены на продукты первой необходимости и сообщают в штаб. Кстати, благодаря им была снижена стоимость картофеля весной этого года. До 60 рублей доходил килограмм. И когда мы начали заниматься, начала потихонечку цена падать, падать, падать. И это все почувствовали. Контролировать рост цен общественники планируют и дальше. Усилиями чиновников и потребителей удастся держать предпринимателей хоть и не в вежуовых рукавицах, но по крайней мере в рамках здравого смысла. Константин Пчаков, Денис Мазин, Светлана Брагина, телекомпания «Регион-45».